Ларёчное противостояние прокуратура через суд обязала мэрию возвращать владельцам снесённые ларьки. Ранее городские власти постановили, что отдавать их будут только после предъявления квитанции об оплате аренды земли, на которой стоял ларёк. Но и это решение мэрии не понравилось прокурорским работникам, а между тем практика сноса существует во многих городах России. Причём убирают как незаконные, так и законные ларьки, если на их работу жалуются граждане. В Москве, например, киоски массово пошли под снос после прихода на пост мэра Сергея Собянина. Как раз у столицы Ярославская мэрия и позаимствовала юридическую основу для сноса незаконных ларьков. Голова Департамента земельных ресурсов Москвы Владимир Ефимов так прокомментировал столичную практику, цитата, «Если объект некапитального строительства размещен без документов, происходит ущемление прав города как собственника земельных участков. Статьи 12 и 14 гражданского кодекса дают возможность при ущемлении гражданских прав использовать меры, в том числе в несудебной защите, чем город и пользуется». Конец цитаты. Но самое интересное, что ни в Москве, ни в других городах прокуратура так истово не отстаивает незаконные ларьки. В большинстве случаев контролирующий орган признаёт правоту городских властей. 6 мая состоится очередной суд, который, возможно, поставит точку в противостоянии. Продолжение следует...